приветствую вас мои пожилые охотники в этом видео будем смотреть на к джей пз т3 ягер ягер это у нас охотник но охотник видимо который редко выбираются на охоту поскольку его задница располнила так что не каждый тяжелый танк имеет такой размер если на сайте зайти в новость которая сопровождает события с воффентрагером можно найти описание новых танчиков этого самого т3 ягера и новый советский тяжелый танк премиум на 8 уровня но это птшка тоже премиум на но 9 уровня и визуально смотришь на картинку думаешь о вот тяжелый танчик вот рядом птшка птшка небольшая наверно про маскировку также еще тут есть небольшое описание мобильная немецкая премиум птс у 9 уровня системы дозарядки магазина на три снаряда и смотришь на это все думая что вот быстрый танчик небольшого размера наверное про маскировку еще с барабаном буду ездить по кустикам всех расстреливать первое же где вы можете сами себя обмануть это то что т3 ягер заметно гораздо больше чем объект 265т при этом объект 265т тоже большой но т3 ягер это просто охотник которого видно из соседней планеты маскировка у него ну на пол рубля при этом и та самая мобильность которую прорекламировали прям сразу сходу ну она тоже под вопросом до вперед 55 удельная мощность 23 что уже казалось бы неплохо но назад танчик едет всего лишь 16 и без турбины будет тяжело вы вперед выезжаете на этой огромной бандуре что-то там делаете а назад уже с трудом еле-еле и пока вы там ползете ваш огромный корпус будет расстреливать все кому не лень он еще и бумажный броня у танчика башня у нас по кругу 40 миллиметров корпус спереди 54 по бортам и сзади 30 в общем это пробивается фугасами везде и всюду единственно что в лд под таким наклоном что она чаще рикошетит чем пробивается корпус очень сильно похож на шарфутюра но который очень сильно ел много батонов булочек круассанов также у нас 1500 хп на девятом уровне что в принципе на две тычки танком с большой альфой а некоторым даже на полторы проблемы с мобильности у нас не заканчиваются поскольку наш танчик еще и плохо поворачивает если поставить у м.п. и экспериментальную турбину то более-менее танчик начинает поворачивать но все равно чувствуется что ему это делать не охота 31 градус у нас танк треверс это значит что тайчик ленивый на нем очень тяжело играть в активный геймплей мало того что он полностью бумажной он еще невероятно огромный и длинный у него заднее расположение башни что тоже не помогает нам ни разу поскольку даже когда мы жопой выезжаем жопа от башни еще торчит тоже приличное расстояние но наверное где-то должны быть и положительные стороны но неплохая точность 031 неплохое сведение 173 но все это убивается от стабилизации 026 такая стабилизация даже у самых кривых тяжей не наблюдается это просто жути не стабилизация если мы начинаем двигаться то все прицел на пол экрана единственно что стабилизация неплохая от поворота башни 006 то есть наша задача стоять афк крутить хоботком по сторонам и стрелять в тех кто подставляется вот такой у нас ленивый охотник жирный огромный также у нас еще есть барабан но наверное тут спрятался весь наш потенциал альфа 390 256 пробития 3 снаряда в барабане между выстрелами перезарядка 5 секунд то есть барабан мы из трех пулек раздаем 15 секунд за 15 секунд этого нашего большого охотника любое ведро расстреляет поскольку у нас дпм 2179 это не дпм а чушь если бы это была восьмерка я бы это дпм еще понял но на девятом левеле чет не понимаю также и пробитие у нас ну обычнейшие какой стэшки люка кутежа ничего там прям сверх естественного нет 256 и это еще и под калибр также у нас есть специальный снаряд с пробитием 320 это кумулятив также есть у нас еще и фугасики с пробитием 110 альфа 515 110 это такое пробитие которое уверенно пробивает многие танки по жопке уверенно пробивает бумажные танки но нету такого что мы можем стрелять ввезимые зоны нету такого что мы можем уверенно там какие-то из тэшки расстреливать 110 это скорее про картонные танки которые более уверенно пробиваются то есть у нас пробитие фугасом немножко больше чем обычный фугас поэтому можно фугасик возить побольше но нужно помнить что у нас барабан если мы начнем фугасы заряжать то либо мы сбрасываем барабан либо разрядились и заново начинаем в общем удобство все равно на нуле поскольку у нас еще и до зарядка мы не можем просто взять барабан поменять на другой барабан мы скипаем пропускаем все снаряды выкидываем их к чертям и начинаем заново заряжать эти дурацкие фугасы которые еще нужно момент подгадать также у нас чем больше снарядов барабане тем быстрее перезарядка но разница там маленькая поэтому особо там выжидать снаряды смысла большого нет если там уже долю секунды надо дождаться можно попробовать но помните что вы лишнее время пока стоите вы получаете по морде а соперники могут спрятаться или получить от кого-то другого поэтому на всех системах дозарядки я играю чаще всего так есть возможность стрельнуть я стреляю поскольку пока я там думаю или жду время идет ситуация меняется и может быть пока я заряжусь я либо в морду получу либо соперник получит в морду либо ситуация так изменится что она мне уже и будет не надо и при этом при всем есть у нас игра которая очень сильно похожа на эту и там танчик вышел еще хуже невероятно то есть лес то еще и сделала этот танчик поинтереснее добавила сюда барабаны башню увн и 10 градусов которых там вот в похоже или нету очень сильно переделала этот танчик и все равно к нему есть вопросы да конечно прикольно что тут есть какие-то там фугасики интересные но они не спасают весь танк это танчик не спасается примут все зарядил фугасики все починилось еще попробую этими фугасами с пробитием 110 что-нибудь пробить такая альфа 515 это конечно хорошо но вылетает чаще всего намного меньше вот допустим что меня напрягает вот написано альфа 390 но я очень часто вижу альфу в районе трех сотен 300 там 15 330 313 вот такие цифры я очень часто вижу это жесть что я могу в целом сказать про танчик он очень сильно скиллозависимый если вы хотите играть на нем еще и активно это очень душно танк мешает поскольку он огромный на нем тяжело выживать сейвится тяжело активно он просто мешает плохо поворачивает плохо назад едет нужна турбина нужно у м.п. нужна вентиляция при этом при всем все равно тяжело небольшая альфа и долгая перезарядкой слабый дп приводит к тому что мы весь бой чудо там стреляем 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 мы только там до 2000 урона доходим за весь бой быстрый и пока нас там в конце убивает мы еще там тысячу набиваем вот 3000 все и свободен очень тяжело и долго на него все набивается нужны бои где мы просто стоим в основном и просто стреляем чаще всего в такие моменты мы стреляем по слабым челикам которые на бой особо не влияют поэтому у меня на этом танке процент побед очень слабый и нищий поскольку мне нужно ехать и решать бой на этом ведре я не могу ехать решать бой поскольку этот танчик максимально не подходит под то чтобы ехать и играть у него даже вот в стабилизации только есть стабилизация от порота башни надо просто стоять крутить хоботком и стрелять вот с этим справиться любой игрок средний или ниже среднего встать на позицию и ждать пока кто-то подставится но чтобы его реализовать еще и в активном им play тут наверное никакого скилла не хватит и терпение чтобы на таком вот играть поскольку нужно из-под тяжко выкатываться давать урон но все равно это будет душно и неудобно но а с новыми всякими там нетоксичными фугасными танками которые часто попадаются на в рандоме все равно периодически мы будем просто улетать с пол . в принципе хорошего в этом танке мало у него еще пушка вверх плохо поднимается всего лишь 12 градусов это что-то про просто стоять аккуратненько чуть-чуть стрелять переезжать опять чуть-чуть стрелять очень редко пытаемся там в какой-то активный геймплей союзниками которые разряжают врагов или отвлекают и мы из-под тяжка что-то пытаемся там хоть чуть-чуть что-то поиграть и при этом при всем нас всегда будет сопровождать плохая стабилизация и пока мы сводимся мы можем просто улететь со своими 1500 хп назад в ангар потому что у нас такой огромный танк чтоб промазать в него ну нереально прям какой-то сильной необходимости получать этот танк я не вижу если получили ну попробуйте понравится не понравится весь урон мы должны догонять фугасами но их тяжело реализовать и зарядить в барабан с дозарядкой в общем этот танчик везде супер сложный что-то в нем вроде бы есть но минусов понатыкали очень много сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока